К нашему эфиру присоединяется Юрий Белоус, адвокат, который занимается сбором доказательств военных преступлений России против Украины. Юрий, приветствуем вас в эфире Freedom. Приветствую вас, студия. Юрий, я знаю, что есть уже немало случаев в вашей практике, когда проводится заочно судебное заседание над российскими преступниками. И уже таких процессов было немало. Мы видим, что продвигается дело, в ключе того, что будут репарации выплачиваться во время продолжающейся войны жертвам. Какие на сегодняшний день еще есть продвижения и новшества в вашем деле? По судебным процессам и вот в этой новости о том, что будут выплачиваться репарации, это очень хорошая новость. Почему? Потому что если мы говорим о возмещении морального вреда, допустим, людям, которые пострадали от сексуального насилия, мы сталкиваемся с тем, что у нас, ну, по сути, два таких, два базовых варианта. Один из них это выплата в Международном уголовном суде. Там есть такой фонд репараций для пострадавших от военных преступлений. Но для этого, во-первых, надо, чтобы дела туда дошли, надо, чтобы дела там расследовались, надо, чтобы были вынесены там приговоры. И там эти суммы, они очень маленькие. Самое главное, ограниченное количество людей смогут получить эти суммы. И когда? Это самый большой вопрос. Потому что Международный уголовный суд в десятый, в сотый раз мы в нашем эфире вынуждены повторить, что он рассматривает дела только тогда, когда человек находится на скамье подсудимых. То есть заочные процессы там невозможны. В нашей стране это возможно. И у меня есть два дела, где военные преступления связаны, это сексуальное насилие, связанное с конфликтом непосредственно. И вот у нас какая опция есть? Конечно, главное, это осуждение человека, чтобы он получил приговор. Те люди, которые это делали, должны получить уголовное наказание. Это раз. Вместе с этим мы должны, мы хотим получить сумму возмещения морального вреда. И что мы делаем в судебных процессах в Украине? Мы подаем гражданские иски о возмещении морального вреда, но конкретно на этого человека, который совершал преступление, который обвиняется в совершении преступления. И что мы получаем в итоге? Этого человека нет на скамье подсудимых. Еще на данный момент приговоров нет. Если они будут, будем говорить уже с этой стороны. Но если будет позитивное решение суда в части возмещения морального вреда, следующий и самый главный шаг. Когда и каким образом с этого человека достать хотя бы какую-то сумму? По решению суда это могут быть миллионы гривен. И я заявлял уже несколько гражданских исков. И это суммы на миллионы гривен в том числе. И у нас всегда вопрос, с кого эти деньги достать? То есть это игра на такую широкую, дальнюю, большую перспективу. На какую? Непонятно. Когда это будет? Я людям, в интересах которых мы заявляли эти иски, я говорю, что, поймите, этого может не произойти никогда. Я как адвокат обязан вам это сказать. Это может произойти через год, а может быть и через 20 лет. И вот то, что людям в Украине, которые пострадали от сексуального насилия во время войны, сексуальное насилие, связанное с конфликтом, будут платить какие-то деньги, репарации уже во время текущей войны, во время того, через короткий промежуток времени, после совершения преступлений. Это прекрасно, это можно только приветствовать. И вы спросили о судебных процессах. Да, судебные процессы в стране идут и заочные, и очные, нужно это отметить. Да, заочных больше. Заочных больше на порядок. Там, по-моему, есть три четвертых по последней статистике, если брать статистику именно приговоров. Но судебные процессы идут, процессы идентификации россиян происходят, обвинительные акты направляются в суд. То есть, ну, не стоит дело в этом направлении. И, конечно, несмотря на то, что идут судебные процессы, будут платиться репарации, дай бог, вот этой организации по защите людей, которые пострадали от сексуального насилия, важно понимать, что те люди, которые пострадали от насилия такого типа, они нуждаются и в постоянной психологической поддержке. постоянной психологической поддержки самым разным мерам для того, чтобы адаптироваться к жизни после таких преступлений. И, конечно, эта помощь должна происходить и сегодня внутри. Поэтому тут широкий спектр вопросов должен быть. Ну, он поднимается, в принципе. Так или иначе, работа идет. Но я скажу честно, что не всегда, вот если брать отдаленные районы от Киева, не всегда вот те люди, которые пострадали, они имеют право, вернее, они имеют возможность получать вот эту психологическую помощь. Постоянную, подчеркиваю, постоянную правовую помощь. Да, вот в моменте, да, совершено преступление, помогли там, с психологами пообщались, где-то выплаты какие-то дали. А дальше, ну, эта работа должна быть систематичной. Она должна быть до постоянных рельсов. В целом, Юрий, сложность вот именно сбора доказательств сексуальных преступлений российских террористов еще состоит в судмедэкспертизе, да? Если мне память не изменяет, добавьте. Несколько дней, в целом, судмедэксперты дают, по-моему, на... Если вот такое преступление происходит там, да, на территории неоккупированных, грубо говоря, когда есть доступ к правоохранительных органам и прочее-прочее. И когда эти преступления совершены там месяц назад, к примеру, да, там, два месяца назад во время оккупации территории, это накладывает определенную сложность в целом на сам процесс сбора доказательств. И доказательства самого факта. Что вы делаете конкретно в таких вот случаях, чтобы передать эти дела дальше, выше? Я с вами абсолютно согласен. Это не только как бы создает сложности в сборе доказательств. Это делает невозможным сбор определенных доказательств, потому что природу переиграть невозможно. Если определенный вид экспертизы, что касается сексуального насилия, должен быть проведен вот сейчас, завтра, и там какой-то короткий промежуток времени в это временное окно, то его не сделаешь через четыре... Нет, ну сделай-то сделаешь, но он ничего не покажет. И поэтому Международный уголовный суд Гаги, кстати, в своих решениях, у него есть одно показательное решение в этой части по сексуальному насилию, он говорит о том, что должно особое внимание уделяться именно истории жертвы сексуального насилия. И на ее основе должно строиться дело. У нас такое в том числе происходит. Ну, безусловно, это самые разные виды доказательств, которыми можно и нужно закрывать пробелы в самой истории и создавать ее таким образом, чтобы она была максимально такой, какой она действительно была, и чтобы на каждое обстоятельство, на каждый какой-то аргумент, на каждое слово были самые разные доказательства. Это свидетели, это самые разные экспертизы того, что конкретный человек там находился. То есть другими доказательствами нужно заполнять пробелы в том, что по объективным обстоятельствам мы не смогли сделать в определенный момент в силу просто невозможности. Я вам могу привести один пример из реального дела. Это было место, которое оккупировано. Преступление закончилось, и населенный пункт оставался оккупированным еще длительный промежуток времени. И, конечно, ну ни о какой экспертизе, ни о каком осмотре гинекологам, да вообще каким-либо врачам, ни о каком обращении в какие-то правоохранительные органы, кроме как к солдатам вооруженных сил Российской Федерации, там возможности не было. И поэтому это объективное обстоятельство, которое влияет на то, в каком виде дело попало в суд, и в каком виде оно находится в суде и расследуется в суде. Поэтому это сложно, это проблема. Это проблема объективная, с ней сталкиваемся не только мы, с ней сталкивалась любая страна, которая имела дело с этим. Ну, поэтому есть уголовно-процессуальный кодекс, есть разные виды доказательств. Международное преступление, у него есть разные стороны, которые нужно так или иначе доказать. Поэтому, ну, нужно делать и делаем так, чтобы дело было максимально подготовленным для дальнейшего обвинительного приговора. Но это действительно, я абсолютно с вами согласен, что есть вещи, на которые повлиять невозможно. Юрий, есть такой очень важный и сложный психологический момент. Вы частично об этом также уже упомянули. Для пострадавших бывает достаточно тяжело обратиться в правоохранительные органы, в том числе для того, чтобы заявить, что было совершено преступление. Но насколько количество обращений в глобальном плане влияет на продвижение дела о привлечении всех виновных к ответственности? Ну, конечно, сексуальное насилие – это самое мерзкое, одно из самых жестоких преступлений. Это может быть элементом преступлений против человечности и преступления геноцида. Потому что насилие – это в том числе и про геноцид. И геноцид в Руанде – это в том числе не только про убийство, там, мачете, отрубование рук или еще чего-то. Это в том числе и про, конечно же, сексуальное насилие. И чем больше обращений у нас есть, чем больше людей обращаются, чем больше дел у нас есть, тем, конечно, громче звучат, как бы это, может быть, не кощунственно звучало, но тем громче звучат те зверства и те преступления, которые совершает российская армия в Украине. Потому что нет никаких причин для того, чтобы совершать сексуальное насилие. И виды военных преступлений, вот количество преступлений на сексуальной почве, оно показывает лицо российской армии. Оно показывает лицо войны России против Украины. Поэтому, конечно, количество преступлений, вот сексуального насилия, связанных с конфликтом, безусловно, влияет на расследование военных преступлений и на то, чтобы в дальнейшем эти преступления можно было назвать частью плана конкретного преступления против человечности, либо элементом геноцида. Потому что сексуальное насилие может совершаться российским военным, например, в отношении женщины, с тем умыслом, чтобы она никогда больше никого не родила. И действительно, если мы будем отпускать людей, не оказывать им психологическую помощь, не помогать всячески причем, то вполне возможно, что она никогда больше и не родит. И это тоже часть геноцида. Еще один аспект того, в целом, наша тема так и называется, как кремлевские пытаются скрывать свои преступления с задержанием журналистов, к примеру, российского отделения Forbes, Сергея Менгазова, задержание Эвана Гершковича, Wall Street Journal, Сукрумашева из Радио Свобода и еще ряд, это только то, что на поверхности, и более известное. Выглядит это в целом как вендетта, потому что материалы-то написаны, материалы переданы в условный ГАГ, в, скажем так, профильные ведомства. И выглядит это как попытка попросту отомстить человеку, который пытается осветить эти злодеяния государства-террориста на территории Украины. Является ли это вендетта эффективным? То есть, ну, один источник прикрывает, может где-то открыться новый источник правдивой информации? Да, Юрий, есть небольшие проблемы, да, у нас коллеги со связью, подскажите. Сейчас попробуем восстановить связь с Юрием, для того, чтобы продолжить общение. Юрий вот снова появился с нами на связи. Юрий, вы нас слышите? Да, слышите ли нас? А вопрос слышали? Да, повторите вопрос, Юрий. Да, в целом я услышал, насколько это эффективно. Да, да, да. Послушайте, Россия большая страна, я уверен, что это эффективно. И я уверен, что огромное количество людей, подчеркиваю, огромное, считает, что те же преступления в Буче и то, в чем обвиняют российскую армию, в России. И многие люди за границей могут считать и считают это фейком. Поэтому я уверен, что вот в этом плане направление российской политики, вот именно по расследованию уголовных дел, правоохранительной такой, она явно направлена на то, чтобы сделать максимум для того, чтобы преступления в Буче считались фейком, считались постановкой, считались срежиссированными какими-то действиями. И более того, есть государства, даже в Европе, в которых эта мысль, в принципе, распространена. Есть, мы с вами в эфире об этом говорили, политик во Франции, бывший кандидат президента и министр соцполитики Сеголен Руайаль, который в 2022 году в своем твиттере, в эфирах французского телевидения, прямо говорила о том, что преступление в Буче, брала это в кавычки, говорила, что это инструмент военной пропаганды президента Зеленского. Кстати, на нее направлен иск в суд, пользуясь возможностями, хочу об этом сказать. Я в этом участвую, в этом процессе он пока еще не начался конкретно, но мы планируем участвовать с теми людьми, которые непосредственно пострадали от преступлений в Буче и хотим наказать эту даму из Франции за то, что она говорит в эфирах французского телевидения, тем самым навеявая сомнения на то, что мы-то знаем в Украине, что происходило в Буче. А вот такие вот пророссийские, скажем так, политики, они представляют ситуацию в Буче совсем в другом ключе. И на какую-то аудиторию это влияет. Безусловно, делает это и Россия. Россия, я давно не отслеживал, на каком этапе сейчас находится съемка ими документального фильма, в кавычки берем, конечно же, о том, что происходило в Буче. Они этим хотят перекрывать. То есть самые разные инструменты Россия использует уже и использует давно, использует сейчас и будет использовать в дальнейшем, чтобы поставить под сомнение то, что происходило в Буче. Ведь Буча, Мариуполь, это такие самые громкие места преступлений, военных преступлений этой войны. Поэтому я уверен, что они эффективны. Мы не можем там залезть внутрь и понять, как они из меня измеряют свою эффективность. Но то, что в России, я уверен, для подавляющего большинства людей, ну, скажем так, для большого количества уж точно, то, что говорит так или иначе с самых разных сторон, вбрасывается по поводу Бучи, что якобы этого не было, и все это там завезенные какие-то тела кем-то британцами, американцами и так далее, там уже фантазия, что это действительно так. И для многих людей это так. И осуждения, и судебные процессы, и уголовные дела против этих людей только бросают, так сказать, монетки в копилочку того, что у людей состоит в голове, понимание того, что, ну да, действительно, что-то там было срежиссировано для того, чтобы там давить на Россию и так далее, и так далее. Поэтому я уверен, что это эффективно. Нам нужно со своей стороны противостоять. С судебными процессами, судебными приговорами, в том числе информационно. Мы должны также этому противостоять, в том числе и на Ниве, так сказать, съемки фильмов. Я, кстати, принимаю участие в съемках документального фильма и в центре внимания этого фильма одно дело о военном преступлении в Буче. Это поиск нами справедливости с людьми, которые пострадали от военного преступления россиян в Буче. И это кино выйдет, я надеюсь, в конце этого года на мировые экраны, в том числе мировое сообщество, скажем так, говоря попроще. Люди в мире просто увидят то, как мы пытаемся наказать российского военного, пытаемся искать справедливость в этих тяжелых и непростых исторических условиях. Юрий, спасибо вам за участие в эфире «Фридом», спасибо вам за вашу деятельность. Непосредственно напомню, что Юрий Белоус был с нами на связи, адвокат, занимающийся сбором доказательств военных преступлений государства-террориста России против Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.